В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. Так. Ну что, начинаем наше занятие. Сегодня мы будем заниматься таким прекрасным соединением, как свип. The sweeping pinch seam has a very elegant appearance, which requires practice and good craftsmanship to produce. This is a perfect construction for roofs with low pitches, as well as for flashing around chimneys. Этот элегантный свип пальц требует большого мастерства для того, чтобы его сделать, и украшает крыши своим прекрасным видом. Вот так вот это первая этапа. One. The first step. The second step. The third step. And the fourth step. Последний день. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем наши учебные видеосъемки. И я вам предлагаю тонну интересных видео, которые сняты за последний месяц. Такие как окончание гребня два варианта. Полукруг и под 45 градусов. Примыкание рядового 11 серий. Подробно, шаг за шагом, рассказывается, как делать примыкание, используя бумажные выкройки, которые я беру из практического руководства компания Кэммиэр. То есть фирма, которая поставляет медь по всему миру. Заходите на мой канал, смотрите мои видео Files Online. Не забывайте, если понравится, ставить лайк, поделиться ссылкой с своими друзьями в своих социальных сетях. Для продвижения канала мне требуется в этом смысле ваша помощь. Успехов! И встретимся на онлайн-курсах фальцевой кровли. Удачи! В феврале этого года в Кольце животных ресурсов я принимал участие в качестве эксперта в судействе молодежной команды, которую подготавливали для участия в конкурсе. Вот здесь я являюсь судьей. Вот мой сертификат эксперта. Спасибо за просмотр! Вот мы сейчас отогнули, не отогнули, а подготовили. Подготовили вот такой вот уже у нас есть такая картина. Уже все разметили, как она выглядит. Здесь у нас идет, откладываем мы 70 миллиметров, 70 миллиметров, вот они указаны. И соответственно мы находим нашу бисектрису, вот она, вот она, и все это переносим на металл. Ну а выглядит она, если взять ее, если взять ее в нашем случае, то вот у нас наша правая сторона, это вот она, правая сторона. И соответственно, если мы сейчас будем проверять по ней, как это выглядит, то мы посмотрим, что здесь мы практически уже все сделали. То есть мы наш скат, вот он, угол ската вот установили, вот он, угол ската, это по-английски roof pitch, вот он, roof pitch. И соответственно провели линию гиба, это бисектрица. Вот так вот она выглядит. Вот. Приложили, провели эту бисектрицу. Вот. Теперь нам нужно все это подготовить. Сначала нужно, конечно, потренироваться на бумаге, потому что бумажные, бумажные все приготовления, они потом здорово облегчают работу. Вот. То есть нам нужно будет вот подготовить вот так вот эту часть. и соответственно нам надо будет вот это отогнуть. То есть нам фактически нужно сделать вот такую складку. Вот такую складку нам нужно сделать. Единственное, нам придется вот здесь вот сзади сделать ослабление. Вот такое небольшое ослабление. фальц онлайн для новичков. Где научиться, как стать кровельщиком. Онлайн курсы фальцевой кровли. Авторский курс. Опыт специалиста практика. Обучение по немецким первоисточникам. Два месяца. Иметь мастерскую. Иметь минимальный набор кровельного инструмента. Удобная онлайн платформа. Домашние задания. Лучший тариф для вас. Обучение сразу после оплаты. Подать заявку на обучение. Учитесь с нами. Зарабатывайте сами. сомневаетесь. Задавайте вопросы. Вот так вот выглядит ослабление. Мы его должны немножко подреться. Сейчас в процессе работы мы все это будем делать. У нас практически по каким линиям мы гнем? Мы гнем по этим линиям. Вот у нас. Потом у нас линия вот эта гиба. вот она. И линия гиба у нас бисектрисна. То есть у нас одна линия уже отогнута. И теперь нам надо отогнуть вертикальную горизонтальную и бисектрису. Вот эти линии нам надо сейчас отогнуть. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова